Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем в финалочку на сервере на роли плей, центральный округ, мне здесь Кирилл Путболови, не забывайте водить маник при эстрации. Так, сегодня у нас будет новая серичка, но пацаны не серия с танком, а просто такая будет ламповая серия, сегодня мы займёмся некоторыми, в принципе, делами, просто вот и всё, нужно переставить тачки, там черепах продавать, потом полетим, немножко патруль военных, я расскажу каким способом, в принципе, с вас собрали лайки, ну что ж, погнали. Итак, вот я, в принципе, долетел до дома, получается, сейчас мы будем, блин, думать, как их парковать, честно, я уже хочу изменить место их парковки, ну потому что, блин, оно уже так надоело, у меня эти машины уже стоят в таком виде, как только я дом купил. Вот, Чирон, БМВ и Ауди, по-моему, стоит именно в таком положении постоянно. Блин, что-то у него голос сел немножко, так вроде, голос поправился, так сказать. Короче, надо поменять как-то парковочку их, я, блядь, не знаю, как, ну, как их поменять местами, либо вообще как сделать, потому что, блин, я хз просто, реально, я просто хз. Возможно, нужно с этой стороны поставить, получается, ага, блин, я придумал, кстати, может, так, каким образом сделать, я не знаю, типа, с этой стороны Баршака поставить вот так вот ровно, с этой стороны поставить Ауди ровно, а вот сюда поставить вертолет, чтобы, получается, БМВ проезжала с бок вертолета и Чирон тоже с бок вертолета проезжал. Бля, не знаю, наверное, так и сделаем, в принципе, нужно сделать перестановку, наконец-то уже, потому что это полная жесть. Всё, пацаны, я ухожу на паузу, как только я всё поменяю, потому что, ну, нету смысла это снимать, как только я всё поменяю местами, я включусь. Ну что ж, как-то так, пацаны, получилось, ну, я думаю, неплохое решение, точнее, неплохое решение, так, ну, черен кривата стоит, ну, ладно, зачем я посединил именно, поставил, чтобы было место выехать и БМВ с этой стороны, и Чирону, получается, с этой стороны, Поэтому всё, как бы, продумано, но, бля, чё-то, мне кажется, нужно его брыжек на эту сторону, наверное, сделать, как-то он неровно стоит, а? Вроде бы, как нормально, всё, пацаны, с этим мы закончили, я думаю, такая парковочка будет нормальная. Сейчас берём рыбу, берём нам наш паршак бэпановый, потому что я давно, кстати, на нем не ездил, и едем уже продавать вот этих красавиц, короче. Так, всё, черепах я забрал, получается, только две черепахи было почему-то, что-то сом пропал, и черепаха ещё одна пропала куда-то. Ну, да ладно, вот черепах я три штуки ещё посадил. Блин, конечно, деньги небольшие за это я получаю, но всё же, хоть какая-то стабильная прибыль есть. Так, берём наш паршачок бэпановый, в принципе, блин, какой же он классный всё-таки. Давно он не ездил, видите-ка, просто лягла, блин, сосочек, просто лягла, блин. Так, давайте Cars, Porsche Turbo, и давайте вот так вот сделаем, всё, давайте, поехали. Прокатимся до продажи рыбы, и потом уже поедем, патролим немножко военных. Таким образом, я расскажу чуть позже, в принципе. Так, всё, вот я приехал, и давайте продадим наших черепашек. Черепашек, да, черепах. Продадим, всё, у нас ровно теперь два миллиончика есть, это очень хорошо. Теперь едем с собой домой, берём вертолёт и едем троллить военных. Пока мы будем ехать, я сейчас расскажу, как мы будем их троллить. Как вы знаете, ну, а кто не знает, я сейчас объясню. Маврик, у меня есть Маврик, да, это очень классный вертолёт, который все хотят, он сейчас дорогой. В чём его фишка? Ну, во-первых, что на нём можно передвигаться, быстро летать, ну, всё-таки вертолёт. Второе, то, что его не нужно заправлять. И третье, что его очень трудно взорвать, он как бы сам регенерируется. То есть, он сам чинится постоянно, его очень трудно взорвать, поэтому в нас будут шпалять военные, но взорвать они нас не смогут. И это будет реально очень смешно, посмотрите, как это будет выглядеть. Сейчас онлайн у нас 405, я думаю, военные будут. Просто будем парить над ними, они в нас будут стрелять, это 100%, и будем просто с них угорать от того, что они не смогут нас взорвать. Всё, я приехал к вертолёту, давайте у него сядем. Осталось нам кое-что ещё сделать. Это перекусить, потом броник одеть и маску, как бы, да. Чтобы, во-первых, нас так быстро не убили, потому что вертолёт они взорвут, а меня не могут убить, если они будут именно в меня стрелять. Надо ещё вспомнить команду для аптечек, потому что у меня их там штук 10, по-моему. И всё, можно будет спокойно лететь, их троллить. Так, бронежейт я купил, давайте его возьмём, всё, заебись. Так, всё, я всё купил, узнал команду администратора, он сначала мне неправильно написал, потом правильно. Всё, спасибо тебе Никита Пудов, хотя он, наверное, вряд ли меня смотрит, но ладно, пофиг. Так, всё, садимся, снова вертолёт и летим в сторону уже ВЧ. Маску я уже ближе к ВЧ одену, пацаны, я думаю, это будет интересно, с вас обязательно просто лайки. Так, всё, мы прилетаем, я маску уже одел и давайте посмотрим. Надеюсь, военные есть хотя бы на военной базе, потому что, ну, онлайн нормальные должны быть, по-любому. Потому что, если будет военных, смысла в том, что я задумал, не будет. Так, вон, военные есть. Так, давайте вот так перед ними просто встанем и будем их троллить. Так, вот, я стою просто и всё. Так, они будут стрелять в меня? По идее, будут. Давайте, стреляйте в меня. Вон, какой-то ещё военный летает на вертолёте, вроде бы как. Так, ну что, блин, устроиться вообще будет в ОПГ реально, чтобы танк украсть. Ну, потому что, или в мафию, или куда там. Ну, короче, надо будет когда вступить в бандитскую организацию, то меня никто не стреляет. Ну, ладно, давайте пролетим подальше, наверное. И попробуем как-то их провоцировать, чтобы они начали у нас стрелять. Потому что нам это действительно нужно, чтобы они у нас стреляли. Так, там какие-то бандиты у нас есть, да? Какие-то бандиты, хулигантов, которые не могут попасть на ВЧ. Ну, бывает чё, бывает. Ладно, давайте полетели обратно и буду ждать, пока они как-то на меня сагрятся. Во-во, смотрите, давай-давай-давай, стреляй, стреляй. Смотрите, начинай стрелять. Вот, смотрите, я вам об этом и говорил. Так, давайте, киншотик надо сделать. Давай-давай, стреляй. Стреляйте, девочки. Всё, они не хотят стрелять, они поняли, что это безболезно. Так, давай, ну, стреляй. Как же это смешно выглядит. Покиньте территорию. Давайте. Так, пусть они стреляют в меня. Хотя меня молча сабины может накажут, типа, за то, что я зависаю на ВЧ. Но я думаю, блин, вряд ли это, как бы, я не думаю, что это запрещено. Как бы, каждый имеет право здесь быть, так сказать. Так, ну, ещё военные бегут, по-моему, да. Нормально. Ну, блин, видите, они меня стреляли, но толком, ну, ничего они меня не сделали. Потому что у меня весолёт сам по себе чинится. Как бы, да, вот такие вот дела. Он пусть стреляет, давай. А кто меня шмалянул? Кто-то меня шмаляет, я не понимаю, кто. А, он тот чувак, давай. Шмаляй, шмаляй. Ну, и чё? Я могу даже вот так вот сделать. Давай, давай. Смотрите просто, как он стреляет. Ну, это же бесполезно. Это реально просто бесполезно. Я помню, как меня человек 10 где-то военных стреляло. Это было реально жёстко. Это было просто реально жёстко. Так, давайте я скриншотик сделаю. Ещё один, всё. В БТР. Так, давай, стреляй. Ну, короче, я думаю, вы суть поняли. Видите, им бесполезно меня просто стрелять. Поэтому на этом я буду, пацаны, завершать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал в следующей серии. Постараюсь уже сделать видосик, как я буду воровать танку военных. Всё, пацаны. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok